Мне нравится то, что у нас дети встречаются с казаками-наставниками, священнослужителями. Казачьи опыты, когда в семье нет, когда родители сами дома не молятся, не обращаются к Богу, когда ребенок не видит этого в своих родителях, то наши труды, они могут быть напрасны. Наши родители понимают эту важную миссию, которую несут казачьи классы. Мы готовы! Мы готовы! Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 20 февраля 2019 года. И здесь сегодня в Центре культуры Родина состоится еще одно мероприятие, посвященное казачьему образованию. Семинар. Собираются в зале казаки, казаки-наставники, учителя, представители духовенства, представители управления образованием. В общем, все заинтересованные люди сегодня в этом зале. Это наша группа, которая требует особого внимания. В этом году у нас в муниципалитете три выпускные казачьи класса. И от того, как сложится их судьба, будет зависеть оценка нашей с вами работы. В казачьих классах работают педагоги, казаки-наставники, священнослужители. Казачество со своими крепкими нравственными усвоениями, системой ценностей и особым укладом жизни является мощным звеном воспитания. А она, со стороны казачьего общества, еще и стимулирует ребят на отличную работу и на отличную учебу, организуя ежегодные поездки отличников по городам-героям, награждая ценными подарками и грамотами. Главная задача, чтобы наши дети были не потребителями традиционной культуры, а ее носителями и передавали традиции и обычаи кубанского казачества в своих уже казачьих семьях. Каждый вид внеклассной деятельности, творческий, познавательный, спортивный, трудовой, игровой, безусловно обогащает опыт школьников, дает большой воспитательный эффект. В классе проводится огромная работа во внеурочное время. Это экскурсии, посещение военных частей, встречи со священниками, носителями кубанской культуры, ветеранами, военнослужащими, традиционные кубанские праздники, изучивание кубанской степени. Мне впервые в этом году посчастливилось побывать в поездке в город Севастополь. И вот прошел месяц, и до сих пор мурашки бегают по телу, и низко кланяешься героям, защитникам города Севастополя. Здесь, как никогда, представлены настолько герои, герои Крымской войны 1853 года. Мы воучу видим наших генералов, Корнилова, Нахимова, Истомина. И, конечно, дети гордятся ими. И когда совершаются такие поездки, и особенно в городе Севастополь, дети видят, на кого равняться, с кого брать пример. На этом фото вы видите 6-й Б общеобразовательный и 7-й Б казачий класс. Как вспоминаю, первое впечатление детей после того, как они надели форму. Уверенность в себе, стартность, отличия от других детей, даже внешние, что немаловажно в подростковом возрасте. 14 октября 2018 года в городе Абинске прошел торжественный парад, посвященный 322-й годовщине образования кубанского казачьего войска. Анапский район представляли казачатами нашей школы, в том числе и мой класс в полном составе. Наши учащиеся показали себя достойными представителями союза казачьей молодежи кубани. Мои ребята являются участниками почетного караула у русских ворот. Казачество, на мой взгляд, и казачьи классы, они ведут в правильном направлении, это однозначно. То есть, конечно, мы, родители, стараемся со своей стороны воспитывать детей правильно, но без помощи педагогов, наставников, это очень сложно. Я думаю, все понимают, что мама и папа работают. И дополнительная помощь со стороны школы, это просто незаменимо. Значит, очень мне нравится тот факт, что казачество и казачьи классы, педагоги очень много рассказывают, обучают наших детей именно в плане истории развития России, казачества, Кубани. То есть, на самом деле, я не видела в других регионах примеры, чтобы дети так много времени уделяли истории развитию России и так далее, изучая свои прошлые поколения. Значит, очень мне нравится то, что у нас дети встречаются с казаками-наставниками, священнослужителями. При непосредственном участии священнослужителей проходят дополнительные занятия. Также казаки-наставники занимаются дополнительными занятиями спорта. По управлению там оружием, с холодным, с огнестрельным. Также очень много уделяется времени приобщениям в духовной культуре. История кубанского казачества неразрывно связана с историей православной церкви. Не случайно за казаками исторически закрепилось красноречивое название «рыцарь православия», то есть «защитники христовой веры». До революции казаки много трудились военной веры, царя и Отечества. В XX веке эта традиция была насильственно прервана. И с семь десятилетий казачество практически искоренялось в его первоначальных формах и в его традициях. Поэтому на уроках истории в казачьих классах надо обязательно углубленно изучать этот период, говоря о том, что сам факт возрождения казачества говорит нам о действии благодати Божией человеческой истории. Именно в казачестве преемственно сохранились патриотизм, глубокая воцерковленность, жертвенная готовность защищать наши ценности. Именно поэтому казачество и подверглось жесточайшим репрессиям. Пострадав может быть больше, чем какая-либо иная социальная группа старого общества. Тем не менее, люди, воспитанные уже в послереволюционных школах, вне всякого религиозного влияния, оказались способны возродить институт и сам дух казачества с его верностью православию и отечеству. И, конечно же, поэтому, и это уже относится, конечно, родителей, когда ребенок приходит со школы, снимает свой китель с фабонами, и для него может закончиться, ну, все. То есть, казачьего выда, когда в семье нету, когда родители сами дома не молятся, не обращаются к Богу, когда ребенок не видит этого в своих родителях, то наши труды, они могут быть напрасны. Потому что нет ничего страшнее, когда человек был верующим и потерял эту веру. Такой человек скажет, что, вот, как, например, в свое время приходилось мне быть студентом Московской духовной школы, и поначалу, я когда туда поступал, все знали, что я казак, казак, потому что у меня была рекомендация Кадамана Громова, казачьего купонского войска на тот момент, и все очень интересовались, а что такое вообще казачество. Им было очень нелестно слышать то, что там в Москве, думали здесь о нас. Ну, приходилось немножко оставить эти интересы как раз, и к концу моего обучения все прекрасно знали, что такое купонская казачество. В свое время воспитывало общество, школа и родители. Сегодня мы, казаки, это общество, которое помогает воспитывать учителям. Учителя учебный процесс, мы не везем, именно воспитательный процесс. И родители, они не должны работать на работе, а мы что тогда делаем, скажите? Мы работаем на работе, а потом еще после работы идем в казачий класс. Понимаете? И везем города-герои. Это нам нравится. И мы смотрим, где нашим деткам в глаза, и смотрим, с каким надрывом они это все воспринимают. Понимаете? Потом... Я никогда не забуду первая поездка в Каменоломни в город Керчьев. Вышли, сели в автобус. Ну, здесь учителя есть, которые ездили. Я еду и понимаю, что минут 15 тишина гробовая в автобусе. Понимаете? Думаю, что-то не так. Поворачиваюсь, дети плачут, едут и плачут. Понимаете? Это дорогого стоит. Наши дети — это вот наше будущее. Это не громкие слова, но в самом деле так и есть. Конкурсная основа. Леова Сергеевна сказала, что когда-то будет у нас и на конкурсной основе принимать казачий класс. И да, будет, конечно. Сегодня пять мест. Пять человек на одно место в Кадетский корпус города Новороссийска, города-герои. Шесть корпусов в Краснодарском крае казачьих. И не хватает мест. Не хватает. Сегодня наши казачата учатся в Приморско-Автарске. Представляете? За 350 километров они уезжают из дома, чтобы там обучаться. Их родители, у них возникают трудности отвезти, привезти, потому что на субботу, в воскресенье надо забрать ребенка домой. Но тем не менее, они туда едут и говорят, слава Богу, что есть такие учебные заведения, где наших детей учат всему самому-самому лучшему. Патриотизм, дисциплину, уважение к ставшим, уважение к православию, знание этого всего. И в школах, вот сегодня сидит директор школы 18-й. Вот смотрел на него все время, внимательно все слушал, радовался за своих учителей, которые презентовали доклады. Не знаю, хочется спросить, как тяжело быть директором казачьей школы, Георгий Ильич? Нет? Я так думаю, что все равно это, знаете, как-то все-таки по-другому. Вот светская школа. А ваша тоже светская. Для меня всегда этого слова, знаете, как немножко там светская. Почему иконы нет в классе? А учебное заведение светское. Да перестаньте, ребята. Мы создали казачью школу, казачий класс. Для того, мы грядом, батюшка, сегодня рассказывал, мы параллельно с православием движемся в одном направлении. Иконы должны висеть, несмотря ни на что, несмотря недовольные, может, родители. Кто не хочет, тот не крестится и не молится. Мы что, кого-то запрещаем там. Мы делаем свое дело, люди смотрят. Для нас, помните, да, был случай такой, 31-я школа, помню, Гастагая, когда девочка, мусульманка, приняла православную веру. В казачьем классе поучилась, пришла домой и сказала, я по-другому не могу, мне там хорошо. Там все правильно и так далее. Родители не были против. А сегодня, наоборот, эгит затягивает, понимаете, наших людей. Вот. Благодарность вручается Сотниковой Елене Анатольевне. Уважаемые участники совещания. Мне очень приятно присутствовать на данном мероприятии. Огромное спасибо, Валерий Александрович, Вам за нашу совместную большую работу, за те мероприятия, которые наших детей приводят к доброму, светлому и хорошим делам. Мы очень благодарны, что благодаря организации казачьих классов в образовательных учреждениях наши родители понимают эту важную миссию, которую несут казачьи классы, понимают те задачи, которые казачьи классы дают в воспитании, потому что не было бы такого наблюда детей, потому что с каждым годом мы знаем и чувствуем, что в эти классы стараются уже записываться заранее. И если формируется первый класс, то уже первый класс идут целенаправленно родители и идут в класс не только мальчиков, но и девочек, потому что это необходимо, и мы знаем, что наши уважаемые женщины во все времена наравне с нашими мужчинами могли защитить нашу страну, свою семью, своего ребенка, и поэтому это очень важно, чтобы наши девочки воспитывались в хороших традициях, в семейных традициях, росли замечательными мамами и могли давать хорошее воспитание. Закончилось мероприятие, прошло оно на высоте, были интересные доклады. Прошу вас поставить лайки и смотрите Анапу, смотрите, как здесь живет казачество, зачем оно живет и для чего. Всего вам доброго! ПЕСНЯ 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 Спасибо.